Девочки, всем привет! Сегодня будет запрашиваемое вами видео. Некоторые из вас уже знают, что я покрасилась темный цвет. В принципе, вы сейчас это видите, но кое-кто узнал об этом пораньше. Писали мне в инстаграм и просили поскорее это видео. Поскорее, к сожалению, не получилось, потому что, как сами видите, мы переехали. К сожалению, нам пришлось съехать с нашего дома, но сегодня видео не об этом, а о покраске волос. Итак, многие из вас мне также советовали покраситься в более темный цвет, не хочу ли я попробовать. И, на самом деле, идея такая у меня была очень давно. Раньше я тоже была темненькой, ну и вот осень, так скажем, толкнула меня, натолкнула на эксперименты. И я заказала краску, о которой сегодня хочу вам рассказать. Это натуральная краска на основе хны. Вот так выглядит упаковочка. У меня она вся уже помятая. Заказывала я ее на Валдберисе, и она очень бюджетная, что-то в районе, наверное, чуть дороже двух долларов. В упаковке у нас находится один пакетик со стойкой крем-краской, два пакетика проявляющей эмульсии, бальзам-кондиционер после окрашивания волос, одна пара перчаток и инструкция. Как вы знаете, я особо никогда не выдаюсь в составы, потому что для меня это не супер важно, но все-таки мне хотелось краску более натуральную, не химическую. В прошлом видео о хне я вам говорила, что обычная хна не очень хорошо закрашивает седину, и уже хочется попробовать что-то, какие-то краски на основе хны. И, в общем-то, из бюджетного варианта нашла вот эту. Взяла темный каштан, потому что, как уже сказала, хотела попробовать, побыть потемнее. Но, честно скажу, почему так поздно снимаю видео, уже прошло недели две с половиной, а то и три, мне так кажется. Но две это стабильно, даже больше, потому что я получилась очень темной, я не могла смотреть на себя в зеркало, мне было непривычно, и я поняла, что это не мое. И вот только сейчас более-менее как-то это все подсмылось. Я вставлю фото первоначального варианта, но он не отражает сути, понимаете. Я была практически черная, с таким каким-то красным отливом. На самом деле краску эту нужно держать 40 минут, по-моему, или 30, или 40. Я ее передержала, я просто о ней забыла. Такое бывает, заигралась с ребенком. И получается, когда я наносила эту краску, я вот так наносила где-то такой участок именно чисто краску, а дальше, так как я поняла, что мне не хватит на всю длину, а упаковочка у меня всего лишь одна, я наносила разбавленную водичкой, скажем так. Вот где была разбавлена водичка, получилось ничего. Это к чему? И держала я подольше, я не боялась, что я передержу, потому что думаю, ну хна, она же, блин, долго берется. Но здесь все-таки есть химические компоненты, которые помогают проникать краске вглубь волос, и за счет этого, видимо, она так хорошо берется. Хочу сказать, что она абсолютно полностью закрасила седину, легла очень ровно. Волосы после нее очень ухожены, они очень мягкие, очень приятные на ощупь, они блестят, и вот, честно, просто обалденный эффект. И отдельно хочется выделить бальзам-кондиционер, да, по-моему, как он правильно, да, бальзам-кондиционер после окрашивания. Такого эффекта от бальзама я не встречала никогда, это я вам точно хочу сказать, потому что это просто какое-то волшебство. Волосы настолько струящиеся и настолько приятные, как будто после каких-то салонных масок, я не знаю, это просто что-то нереальное, если бы можно было где-то отдельно заказать именно этот кондиционер, я бы его обязательно взяла. В состав кондиционера, сейчас прочитаю, там очень хороший состав. Так, на первом месте вода, и далее пошло масло льна, вы знаете, как я люблю льняное масло, экстракт гомомелиса, масло жжоба, масло семян черной смородины, экстракт жемшеня, потом идёт какие-то химозочки, глицерин, то-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё, потом кератин, парфюм, кислота, ну, в общем-то, видите, в самом начале у нас достаточно большой список масел, что не может не радовать, но, говорю, чувствуется, что это хороший кондиционер, знаете, а не то, что развита по пакетикам, там, какая-то непонятная каша. По поводу самой краски и состава, у нас на первом месте вода, на втором месте цитрилалкоголь, потом ещё что-то, и на четвёртом месте экстракт хны, потом масло органы, касторовое масло, масло ши, сок алоэ, и также в составе есть кератин. В общем-то, проявляющая эмульсия у нас 9%, кстати. Хотелось бы, конечно, поменьше, да. По поводу палитры цветов. Я обязательно вставлю вам вот здесь картиночку, чтобы вы сами посмотрели палитру. Я обязательно бы заказала себе также эту же хну, но я хочу светлее цвет. Всё-таки хочется в свою рыжинку вернуться, но не знаю, ну вот не могу я без этого. Но, к сожалению, конкретно там есть ярко-рыжий. Таким цветом я не хочу быть, таким оттенком ходить, ярко-рыжим, а то, чего хочу я, короче, там нет. Там есть золотистый каштан. Вот я думаю, может быть, мне золотистый каштан попробовать, но пока что сомневаюсь, думаю, но ничего более подходящего для себя, к сожалению, я пока что больше не нашла. Поэтому я вам могу вот просто от чистого сердца рекомендовать. Не знаю, насколько она может называться натуральная, честно говоря, крем-краска за счет того, что здесь окислитель 9% уже как бы не очень, да, натуральная. Но, честно, мне очень понравилось. Очень. Вот если бы я нашла свой оттеночек, я бы обязательно ее повторила, хотя, возможно, с золотистым каштаном. И повторю. Не содержит аммиак. Вот так. Вот такие дела. Как видите, канал пока что простаивает. И, кстати, девочки, хотела вам сказать, ну, потому что у меня нет возможности снимать, если честно. Вот мы переехали к родителям, чтобы вы понимали. То есть постоянно все дома, и это неудобно. Ребенок, работа, никто ее не отменял. Такие дела. Что я хотела сказать девочке, которую вы пишете мне в Инстаграм, мне, конечно, очень приятно. И я всегда всем отвечаю. И мы можем с вами, и нужно общаться в директе. Но очень бы хотелось, чтобы вы оставляли свои комментарии и вопросы какие-то под видео. Все вы знаете, что ваши лайки, комментарии и дизлайки, любая ваша реакция, она способствует продвижению видео. Поэтому, если вам не трудно, пожалуйста, пишите какие-то комментарии, хотя бы смайлики, что угодно. Ну, и, конечно же, вопросы, которые вы пишите мне в личку, пишите сюда, мне будет очень приятно. И не забывайте ставить лайк. Ну, и теперь точно все. Про хну самое главное рассказала на ваши вопросы. Ответила. Был, кстати, запрос про полный уход за волосами на данный момент. Но, честно говоря, я не особо-то вижу смысл снимать такое видео, потому что своих видео я вам и так показываю то, чем пользуюсь. Прям на конкретный момент. Ну, не знаю. Короче, подумаю. Все. А, и напишите ваше, конечно же, мнение. Как вам темный цвет волос? Но это уже смывшитель. Как лучше? Темненькой или рыженькой? Все. Всем пока-пока.